Совместные действия для стабилизации окружного рынка труда. Координационный совет по вопросам занятости провел очередное заседание. На встрече были озвучены неутешительные цифры. Сегодня в регионе на учете в центре занятости состоят 566 безработных или 2,5% от экономически активного населения. Как и где взять рабочие места – главный вопрос, на который пытались ответить участники заседания. В результате ряда сокращений в центре занятости населения Ненецкого округа, начиная с 2015 года, обратились 576 человек. Были признаны безработными – 350. Сокращение штата работников ожидается и в 2017 году. До конца 2016 года центром занятости разработан план мероприятий, предусматривающий активное взаимодействие с работодателями в целях получения информации о наличии вакансий, а также возможности трудоустройства в этих организациях. Также предусмотрены мини-ярмарки вакансий с безработными гражданами и привлечением организаций. Мы обратились к главам администрации сельских поселковых муниципальных образований округа для того, чтобы активизировать работу по трудоустройству граждан, проживающих в сельских населённых пунктах. Часть безработных удалось трудоустроить за счёт профобучения. 110 человек временно трудились на общественных работах. Большая надежда в части занятости населения лежит на предпринимателях. По информации Департамента финансов и экономики, в этом году 14 начинающим бизнесменам дали гранты. Одним из условий окружной поддержки было создание новых рабочих мест. Согласно бизнес-планам, на работу должны трудоустроиться 76 человек. Но срок реализации документа длительный. И когда это случится, неизвестно. Например, та же субсидия на молоко. Ведь она даёт возможность гражданам регистрироваться как индивидуальных предпринимателей, производить молочную продукцию, и на это департамент выплачивает субсидии. В настоящее время также идёт разработка в Ниндской промышленной компании постройки нового телятника на территории. Как раз это будет на территории города. И будут созданы рабочие места, но в настоящее время пока это всё ещё в плане. Также участники заседания обсудили вопрос эквотирования рабочих мест для инвалидов и трудоустройства несовершеннолетних.